Девушки отдыхают Горчица Северный округ Открытие Народные промыслы Америка Военный транспорт Мэн Картофель Открытие Америка, штат Мэн Мэн, 23-й штат, прекрасный пример величия природы Америки. Он простирается на 86 тысяч квадратных километров. Этот край лесов, где скрыто более 6 тысяч озер. Протяженность рек более 50 тысяч километров. Сельскохозяйственные угодья округа Арустук занимают территорию больше Родайленда и Коннектикута. Огромный штат. Побережье штата – 5600 километров суровой прекрасной земли. Говорят, безопасных бухт и заливов здесь достаточно, чтобы укрыть все морские флоты мира. Здесь вылавливают 70% всех омаров. Добыча омаров важна для Мэна по двум причинам. Во-первых, это часть традиции. Всем знаком омар из Мэна. Мэн – главный импортер. Во-вторых, это двигатель экономики. В прошлом году мы выловили более 30 тысяч тонн омаров. Доход компаний, занимающихся их ловлей, составил 285 миллионов долларов. 10,5 миллиардов долларов в торгово-промышленной деятельности. Для таких мест, как Мэн, важно то, что хозяйственная деятельность распределена между мелкими бухтами от Кидри до Тиктикалоса. Это очень важно. Джордж Лапоинт, комиссар Министерства морских ресурсов штата Мэн. Мы отплываем утром, обычно в 5 часов. Иногда в это время нам уже понятно, каким будет день. Мы проверяем наше снаряжение, ловушки с буйками и прикидываем маршрут. Будем надеяться, что погода не подведет как минимум 250 ловушек в день. Когда-то немного больше, когда-то меньше. Но так мы делаем 4-5 раз в неделю. Приблизительно так. И оставляем. В основном попадаются маленькие динозаврики. Довольно много. Пробуют приманку. Я уверен, что это как ловить рыбу или ловить енота или кого-нибудь. Кладется приманка, омары заходят в ловушку, их поднимают и достают. Мы блокируем им клешни. И иногда, как сейчас, мы отделяем омаров с твердым панцирем от омаров с мягким. Первым надеваем два фиксатора на клешню. Они стоят дороже. Один раз из 100 ловушек мы можем достать 10-15 омаров. В другой раз 4-5 сотен. То есть это зависит от времени года. Хотя точно сказать нельзя никогда. Сегодня мы поймали 55. Это неплохой улов. И никто точно не знает, как они перемещаются. То, что мы делаем, это просто стараемся поймать побольше. Омар весом полкилограмма растет в течение 7 лет. И этой крошке около 50. Мне нравится ловить омаров и быть независимым. Вокруг прекрасная природа. Ты встречаешь то, чего другие в жизни не видели. Например, китов, ста и тунца, разных животных. Это прекрасная жизнь. Правда. Это тяжелый труд, но если вы не боитесь работы, то это отличный образ жизни. Это вкусная диетическая еда. Большинство из нас едят их нечасто. Потому что люди смотрят на них, как на индейку в день благодарения. Что-то из обязательной программы. Мы раскладываем их в большие ящики и в них отгружаем. Мы заботимся о том, чтобы омары уже на следующий день были в Федекс. Они расходятся по стране. Так омары остаются свежими. Надеюсь, мы не встретимся. Все об Америке. Вверх по дороге от Бутбея Уискассет, известный как самая красивая деревушка Мэна. Другие могут соглашаться или нет, но это действительно интересный городок прямо на шоссе 1, одной из основных дорог, проходящих вдоль побережья. В городе две звезды. Данило Конвалинка и Аллен Ред Гагеннон. Данило начал собирать свою коллекцию музыкальных шкатулок в 1963 году. Сейчас это одна из самых крупных коллекций в мире. Надо завести. Не слишком слабо, не слишком сильно. Вот это произведено в Германии. Это, в общем, ненужная, но такая приятная вещь. Музыкальная шкатулка. Обычно пружинный механизм вращает валик, на котором есть множество шипов. Так возникает мелодия. Вот это моя первая шкатулка. Я купил ее в 1957 году. Это сделано для стильных курильщиков. Небольшие кармашки по бокам для сигарет. Здесь две мелодии Моцарта. Украшение слоновая кость, ручная резьба. Вот это полностью отреставрировано в нашей мастерской. Здесь на цилиндре находятся 20 тысяч шипов. Цилиндр был сделан между 70-ми и 80-ми годами в Далласе. Вращается небольшой диск, вы слушаете прелестные мелодии. Это первый шаг к успешному производству. А здесь есть другой диск, сделан из цинка. Он достаточно тонкий, содержит больше мелодий. На нем такие же шипы, как и на цилиндре. На этом штампованном диске есть защитный слой из того же материала. А теперь послушайте эту мелодию. Она прекрасна. Думаю, моя коллекция необычна. Таких музеев немного, в том числе и в Европе. В нескольких кварталах отсюда Рэдитс. Здесь Аллен Реттагагнан и его дочь Дебби на протяжении 30 лет готовят то, что без сомнения можно назвать лучшим роллом из Амара. С 15 апреля до Дня Колумба каждый год они готовят около 7 тонн Амаров. На каждый ролл уходит больше одного Амара. В самый разгар сезона здесь выстраиваются длинные очереди 75-100 человек. И все они готовы ждать. Так было и в течение многих лет, и так будет. В городе Бат на реке Кеннебек кораблестроением начали заниматься с 1762 года. Металлурги продолжили развивать традиции 19 века. С тех пор было построено более 245 военных кораблей и 160 частных яхт. В 19 веке этот город Фрипорт был центром кораблестроения, но со временем превратился в рыбацкий порт и центр парусного спорта. На главной улице города Порта процветают шоппинг и туризм. Здесь находится знаменитый Эл-Ал-Бин Аутдо-Стор, положивший начало традиции круглосуточного шоппинга в 1951 году. Еще одна достопримечательность Фрипорта – пустыня Мэна. Этот ландшафт сформировался благодаря леднику. Он принес с собой песок и минералы. Это произошло 10-12 тысяч лет назад, в самом конце эпохи Плейста-Цена. Хотя, конечно, это нельзя считать настоящей пустыней. Когда здесь появились первые поселенцы, песок был скрыт под 60-ти сантиметровым слоем почвы, так что, конечно, здесь был совсем иной ландшафт. Люди начали вырубать лес, который вы видите позади. А затем, из-за плохой агротехники, начал разрушаться верхний слой почвы и показался песок. Было 4 подобных ледника, о которых нам известно. Один в штате Вашингтон, этот один из самых известных на Аляске, в штате Мэн и в Дании. И это удивительное явление. Мы относим их к разным категориям ледниковых отложений. На каналах Тревел Ченнел, Дискавери, Хейстори Ченнел вы спрашиваете, верите вы или нет. Многие люди видели их различные виды. Но никто не ожидал увидеть пустыню здесь, в штате Мэн. Если вы захотите рискнуть, то знаете ответ. Если вы выиграете, будете должны мне деньги за подсказку. это единственная пустыня к востоку от Миссисипи. Все об Америке. Все об Америке. Некоторые поселения на побережье стали настоящим магнитом для туристов. Город Бар-Харбор исключительно популярен по нескольким причинам. Миссисипи. Продолжение следует... «Послед statistics». Миссисипи. Продолжение следует... Вокруг Бар-Харбора раскинулся национальный парк Акадия, первый парк к востоку от Миссисипи. Независимо от погоды, его великолепная природа производит неизгладимые впечатления. Ежегодно его посещает более двух миллионов человек. Это второй по популярности парк США. Здесь находится гора Кадиллак, самая высокая точка восточного побережья. Все об Америке. Номер 49, амары готовы. Раньше на побережье Мэна магазины с амарами были чуть ли не в каждой деревне, но затем их количество сократилось. Около моста на остров Маунт Дезерт находится Трентон Бридж Лобстер Паунд, где члены семьи Гаскон готовят амаров с 56-го года. Здесь мы продаем живых амаров из штата Мэн, блюда из амаров. При сервировке мы следуем старым традициям штата Мэн. Это обычные продукты для нашего штата. И у нас лучшие поставщики в стране. Больших, вкусных амаров вылавливают в холодных чистых водах вдоль побережья. Они замечательные. Это деликатес. Для номера 32? Номер 32? Да. Хорошо. 32. Когда люди приезжают сюда, они проходят мимо плит на дровах, окутанных ароматным паром, заходят внутрь и заказывают амаров на вес. Они выбирают их сами в ящике, стоящем здесь, а затем мы взвешиваем и готовим этих амаров. А в зависимости от размера на это уходит 15-20 минут или полчаса. Гости могут съесть их прямо здесь или забрать с собой. Кроме того, мы принимаем заказы по почте. В Эстпорте, штат Мэн, некогда оживленные рыболовные доки несколько опустили, однако и сейчас многие люди уходят на промысел в море. Эстпорт – первый город в США, который озаряет лучами восходящее солнце. Северное побережье – один из самых живописных районов, место встречи штата Мэн с Атлантикой, квинтэссенция штата попутного ветра. Название «штат попутного ветра» ему дали моряки, плывшие с попутным ветром из Бостона в порты штата Мэн. Прозвище оставалось неизменным в течение двух сотен лет. Мало что может сравниться по красоте с этим побережьем. МАКРЕЛЬ 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 Симпатичное, хотя и маленькое. Разве что приготовить на пару с луком и съесть с горчицей. Здесь начали производить консервы в начале 20 века. Тогда же появилось другое предприятие, прошедшее испытание временем. Сегодня мы делаем очень жидкую горчицу, старинную горчицу для сардин. Многие люди Мэна выросли на ней. Мы сохраняем традиции и до сих пор ее производим. Горчицу используют для приготовления разных блюд. Ее закупают закусочные для своих хот-догов. Мы фасуем ее и в пластиковые бутылки. Процесс идет согласно определенным правилам. Мы насыпаем семена белой горчицы на вот такие жернова. В процессе производства температура меняется не более, чем на несколько градусов. В самом конце горчица выдерживается. Это необходимо, чтобы получить насыщенный вкус. Вот размолотая на жерновах горчица. Два жернова все перемалывают, а другие два производят жидкий экстракт, который нам так нравится. Полученная смесь разливается в бочки и некоторое время стоит. После того, как проходит необходимое время, горчица приобретает свой неповторимый вкус и аромат. Это та горчица, которую мы любим. Никто не задумывается, откуда она пришла. Люди не знают, что горчица, которую они едят сегодня, отличается от той, что была сто лет назад, потому что даже старейшие предприятия сильно изменили технологию производства горчицы. А наш метод – это метод, по которому ее готовил еще мой дед. Все об Америке Все об Америке Конечно, омары – звезды штата Мэн. Однако рыбохозяйства играют не менее важную роль в экономике штата, в частности, в области близ и спорта. Это дает более 100 миллионов прибыли. Две трети этой суммы приносят хозяйство, разводящее лососи. Высокие приливы, которые порой достигают 6 метров, и приводят в окрестные заливы большие популяции рыб и охотящихся за ними китов прекрасно подходят для промывки садков с лососем. Хиариташ Сэлман, недавно переименованная Феникс Сэлман, одно из основных предприятий испорта. Это приспособление называется аэратор. Он размещен в садке для обогащения воды кислородом. Это гигантский садок. Вся рыба внутри. Эта сетка служит для защиты от птиц, а также не позволяет рыбе выпрыгивать. Вот это темное кольцо служит для усиления конструкции, чтобы вовнутрь не могли попасть тюлени и другие хищники. Здесь все компьютеризировано. Оператор получает данные с камер. Вы видите, как рыба прекращает есть. Когда становится очевидно, что лососи игнорируют корм, оператор прекращает его подачу. Это позволяет минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду, так как корм не оседает на дне. Поэтому мониторинг незаменим при кормушке. Это происходит каждые 3-4 часа. Есть перерыв примерно час-час 30, а затем у нас уходит 3 часа, чтобы накормить их всех, не перекармливая. Основное кормление происходит утром, другие кормежки более легкие. Всего здесь примерно 30 тысяч особей, но мы собираемся уменьшить скучность и довести количество до 23 тысяч рыб на один садок. Всего их у нас 25. Все об Америке. Все об Америке. Самая значительная достопримечательность штата Мэн – гора Катадин, высотой 1606 метров. В парке Бакстер, единственном государственном парке США в частном владении, заканчивается Апалачская тропа длиной около 3700 километров, начинающаяся в холмах Джорджии. Это история о моем третьем походе. Я встретил этих парней, это было в горах Блу Маунтинс в Джорджии. И я проделал около тысячи километров. Я двигался по тропе и встречался с этими парнями на протяжении всего пути. И они отправились на покорение горы Катадин, а я сюда, к свободе. Это оно, то, что называют магией тропы. Вот ангел тропы. Магия тропы проявляется, когда ты идешь куда-нибудь, а там кто-то есть, и у него то, что тебе нужно. Самое, самое главное в жизни, то есть еда. Отсюда до еды далеко. Точно. Для этих парней. Нет, я встретил ее в шести километрах на тропе, а его на первой вершине. С тех пор мы путешествовали вместе много раз. Это время для размышлений. Потрясающе. Каждый вечер сидишь у костра и разговариваешь с друзьями. И вспоминаешь. И вспоминаешь. У этих парней сейчас самый волнующий момент. Шесть месяцев ты просто идешь, думая о завершении, о том, как это будет. И вот, ты в 80 километрах от цели. Знаете, 80 километров – это просто как нечего делать. Понимаете? В смысле 80 километров, а ты прошел 3000. А Палачская тропа – 3490 километров от горы Спрингер в Джорджии до горы Катарин в центральной части Штатамэн. Думаю, самый классный момент еще впереди, то есть, когда вы вернетесь домой, это будет самый классный момент. Самый главный момент – воспоминание о том, что было. Да, я знаю. Такой опыт меняет человека. Многие мне говорили, что я изменился. К примеру, каким я был год назад и как изменился. Знаете, возможно, у нас схожий опыт. Что-то происходит в жизни, и ты понимаешь, что это путешествие изменило тебя, сделало лучше. И это происходит на тропе. Это не может случиться завтра. Много перемен. Перемены происходят из-под воль. И ты не замечаешь, потому что ты был здесь 6 месяцев. Ты не осознаешь. Это медленный процесс. А затем тебя просто выбрасывает обратно в настоящий мир. Все приходит к концу. Так же быстро, как начинается. Один момент – ты в машине, думаешь о родителях, в путешествии, а через 6 месяцев все возвращается. Помните первый день по возвращении? Первый день, когда ты знаешь, что не нужно надевать рюкзак? Просто вспомните. Это не то чтобы плохо, это странно. У тебя были нулевые дни, когда ты не надевал рюкзак. И есть первый день, когда его надевать уже не надо. И ботинки. Странное чувство. Это как будто мы должны решить, что надеть. 6 месяцев я носил это. Представляю, как люди думают. Одна футболка на все дни. Ты встаешь утром и приводишь себя в порядок. И если ты не надеваешь ее, надеваешь то, в чем был вечером, потому что выбора нет. У меня целых две футболки. И я думаю, о боже. Я выезжаю каждый год. Когда я перекусываю на перекрестке, угощаю всех туристов. Я делаю это 2-3 раза в год, и это очень здорово. Путешественники это ценят. Легко порадовать нескольких из них. Это типа, мы и раньше собирались поесть. Здесь еда приобретает совсем иную ценность. И люди говорят, мы выходим через 20 минут. Но и полчаса спустя они все еще думают, выйти пораньше или доесть. Думаю, во всем этом самое грустное, это то, что люди, которых я встретил, завтра, когда я попаду домой, все будет в прошлом. В течение шести месяцев было это напряжение, самое прекрасное и самое плохое. Мы шли вместе, и вместе все переживали, а завтра мы идем по домам. В близлежащем Милленокете популярен Мусс энд фототур Дейла Стивена. Гид Вики Нолан профессиональный фотограф, который любит делиться своими впечатлениями и знаниями о дикой природе и животных. Я нашла то, что мне нравится. Я работала со всеми, начиная с орлов и заканчивая медведями и западными койотами, но больше всего с лосями. И в конце концов осталась лось-леди. И рогатый лось-леди. Муж. Я работала в районе одна в заповеднике, который принадлежал компании, занимавшейся производством бумаги. Я впервые начала там работать несколько лет назад. Я никак не могла увидеть лося, потому что его было довольно сложно выследить, даже несмотря на то, что это был самый нетронутый район во всем штате Мэн. Однако вы можете увидеть лося, даже не прилагая особых усилий. Иногда они выходят на шоссе и, пройдя несколько миль, снова уходят в лес. Это очень сильное животное. Он достигает больших размеров уже в раннем возрасте. Их вес может составлять от 360 до 700 килограммов. И мы наблюдали одного лося в 7 лет. Его звали Чу-либа. Он навсегда останется моим другом. Летом компания гарантирует, что все желающие смогут увидеть лосей. Тем не менее, осенью, в начале октября все иначе. Это вероятно, но не гарантированно. В любом случае, это очень познавательная поездка, а вид лося может стать бонусом. Северный район имеет разных владельцев. Лесозаготавливающие предприятия, бумажная промышленность, заповедники. Но значительная часть была собственностью компании, производящей бумагу, пришедшей сюда в начале 20 века и владевшей 70% территории Мэна. Первое место, куда мы отправимся, Тагарай-Дабан. Так мы называем западную дорогу. В этот вечер мы так и не встретили лося. Но вот несколько фотографий, которые сделала Вики. На следующий день она отправилась в фототур. В течение часа все фотографировали двух взрослых самцов, которых им посчастливилось встретить. Как на рыбалке и вам надо было быть здесь вчера? В нашем случае, завтра. Район озера Мусхед стал прибежищем от городской жизни с середины 19 века. В 21 веке он стал доступнее, однако гидросамолет или лодка до сих пор остаются здесь распространенным транспортом. Во время листопада весь район сияет красками. В Гринвилле, одном из крупнейших поселений на озере Мусхед, сохранилось свидетельство славного прошлого пароход «Катадин». Корабль, который находится в моем ведении, был построен в 1914 году. Это один из 50 пароходов, которые бороздили воды озера. И люди, жившие вокруг озера и предприятия, сильно зависели от водного транспорта. Этому кораблю 91 год. Он был отреставрирован. Его история – судно было построено для перевозки людей и грузов между двумя типами поселений, курортными заведениями по берегам озера, к ним не было дорог, и примерно четырем-пяти десяткам рыбацких лагерей. Корабль обслуживал и бедные хижины, и крупнейший курорт Маунт Кинео. Он был известен по всему восточному побережью как место отдыха богатых людей из самых различных городов. В отеле Маунт Кинео было 425 комнат. И из окон открывался прекрасный вид. Обслуживание было на самом высоком уровне. Люди останавливались здесь семьями на целый сезон. То же самое с рыбацкими поселениями. В первой четверти 20 века люди приезжали сюда на время жаркой погоды. Они могли ездить в город в случае необходимости, однако чаще всего оставались в домах отдыха надолго. Люди жили здесь все лето. Был организован элитный яхт-клуб. В те годы пароход «Катадин» стал одним из его судов. Позднее, в конце 30-х, использование корабля было лимитировано. Он буксировал бревна. Итак, на корабле была довольно простая первая палуба и элегантная, красиво отделанная вторая палуба. здесь вы можете увидеть все оборудование для лесозаготовки, лошадей, тракторы и прочее, то, что было характерно для первой четверти 20 века. Все об Америке. Все об Америке. Мы традиционно начинаем с прогноза погоды. Сегодня днем температура поднимется до 12 градусов. Продолжаются работы по уборке урожая. Мы расскажем об этом подробнее через пару минут. Добро пожаловать. Сейчас 3-5 градусов тепла. Это утро после ливня, который прошел ночью. К нам пришли сообщения, которые мы зачитаем сегодня утром. На ферме Кавендиш сегодня не копают. Они начнут завтра в 6.30. Сегодня в 11. Зайдите в офис. Вот все сообщения на данный час. Через некоторое время мы к ним вернемся. Мы выращиваем картофель в штате Мэн на протяжении многих лет. Важный факт. Мэн был крупнейшим поставщиком картофеля в США. Если мысленно вернуться в начало 20 века, мы увидим здесь 20 тысяч развивающихся хозяйств. Если вы добавите все прямые и непрямые источники дохода для экономики государства, полмиллиарда долларов придется на штат Мэн, где количество населения составляет миллион 300 тысяч. Грубо говоря, это значительная часть его экономики. С картофелем связано 6 тысяч профессий косвенно и напрямую. Большинство хозяйств Мэна, примерно 99%, это семейные хозяйства. Здесь можно видеть несколько поколений, участвующих в процессе культивации, выращивания картофеля. Средняя площадь картофельного поля составляет 350 акров. К этому стоит добавить еще столько же на ротацию, то есть хозяйство занимает не менее 600 акров. Семейные хозяйства укропняются. Масштаб экономики и состояние земледелий на сегодняшний день делает более выгодным содержание крупных, а не мелких, хозяйств. Такие хозяйства приносят большую коммерческую выгоду. Этот процесс происходит повсеместно. У нас это дело многих поколений. В других частях страны вы не найдете такого примера, чтобы на одном поле работали 4-5 поколений, продолжая традиции. Думаю, что это довольно необычно. Мы обычно сами занимаемся продажей продукции, а не отсылаем ее в магазины. Выращиваем в Бриджотере и продаем в Бриджотере. Мы сортируем картофель с ленты, кладем в ящики, а потом продаем в разные города. Я покажу вам книгу, где написано, откуда приезжают люди. Вот, кофейная банка. Оригинальная банка, которая стоит здесь вот уже 5 лет. Вы кладете деньги сюда и берете то, что хотите. Там написаны все цены и сорта. У меня есть книга, где люди пишут, откуда они. Откуда-то из Нью-Джерси, не могу разобрать, Джефферсон, Мэн, а вот из Флориды. Люди приезжают к нам издалека и выбирают то, что им нужно. Все здесь, много вариантов. Некоторые не могут поверить, что может быть такое обслуживание. Мы доверяем людям. И что поделаешь. Покупатели обычно честны, у нас не бывает с этим проблем. Когда-то этот штат был крупнейшим поставщиком в Союзе, но сейчас он сдал позиции. Картофель выращивают все. Для отца это много значит. Понимаете, для него это традиция. Отцу 87, но он энергичен. Ему нравится общаться с людьми, приезжающими сюда. И люди любят его. Если он сам продает картофель у дороги, люди, проходя мимо, говорят, мы знаем его. Он выращивает картофель. Недалеко от фермерского поселка Карибу есть очень интересное предприятие Лаймштоун. В Мэне это появилось в 1997-м. Вначале здесь было 20 рабочих, сейчас 538. У нас есть ремонтная мастерская, где мы занимаемся автомобилями. Раньше мы только покрывали свои затраты, никакой прибыли не было. Сейчас нам удалось заключить контракт с армией. Это дает возможность заработать. Мы государственные организации при поддержке правительства штата. Мы обеспечиваем рабочих государственного предприятия социальным пакетом. У людей стало больше стимулов работать именно здесь. У нас есть разные модели фейтоны, тягачи для полевой кухни и прочее. Инженерные оборудования, в том числе всевозможные бульдозеры, скреперы, военные катера. Перед отправкой мы всегда тщательно проверяем транспорт. Мы полностью перебираем автомобиль, разбираем до самой рамы, а заканчиваем его покраской. Перебирается двигатель, коробка передач, заменяются детали, получается совершенно новый двигатель. Все модернизируется от 6-литрового дизеля до версии 6 и 5. То же самое касается коробки передач. Мы изменяем машину так, чтобы она соответствовала всем предъявленным требованиям. С ней не должно возникать серьезных проблем в процессе эксплуатации. Так что мы выпускаем полностью завершенные транспортные единицы. Наши машины рассчитаны на то, чтобы честно прослужить еще 15-20 лет. Как результат? Их охотно используют. Люди уверены в их качестве. Около мастерской у нас довольно большой парк автомобилей. Они ждут, пока мы включим их в объем работ. Вы также можете видеть совершенно разбитые машины, которые будут отреставрированы до рабочего состояния. Здесь много разных марок, но наш профиль это «Хаммеры». За один рабочий день мы можем сделать по меньшей мере 6-8 машин. По сути, грузовик состоит из двух больших частей рамы и кузова. Мы пускаем кузов на один конвейер, раму на другой. Приводим в соответствие с военными стандартами. Мы модернизируем все системы автомобиля. Когда работа полностью завершена, получается новая модель под названием 10-9701. Вот здесь вы видите трансмиссию, которая полностью заменена. Немного позже ее поставят на одну из наших машин. Это все, что они должны сделать. Мы делаем надписи, таблички технических данных. Их цена может колебаться от 7 до 50 долларов. Стоимость табличек, которые делаем мы, составляет 3 доллара 50 центов. То, что вы видите сейчас, здесь, это последняя проверка. После того, как все работы окончены, машину обязательно тестируют, проверяют каждый экземпляр. Думаю, это почти 900 километров. Надо убедиться, что с машиной все в порядке. Это особая ответственность, когда проверяешь конечный продукт, состояние двигателя и все остальное. Очень приятно видеть конечный результат. Нам приходится работать со старыми машинами. Они были выпущены около 85-го года, так что каждый более 20 лет. Когда они выезжают после реставрации в первый раз, мне кажется, что для них этих лет будто бы и не было. Все об Америке. Озеро Сибаго. На озере Сибаго живет резчик по дереву таксидермист Джин Берр. Эта идея пришла мне в голову 50 лет назад. Воспроизвести улов в деревне. Вот так в 67-м году я стал токсидермистом. Я хотел специализироваться на рыбе, поэтому сохранил образ каждой рыбы, профили всех рыб, прошедших через мою галерею и студию за 30 лет. Так что у меня есть огромная справочная библиотека этих шаблонов рыб. Прелесть этих скульптур в том, что они прекрасны. они сохранятся, можно сказать, навсегда. Это произведение искусства, и оно позволяет рыбе жить, размножаться, способствуя восстановлению рыбных ресурсов. В то же время это повышает их ценность. Эти рыбы из дерева когда-нибудь станут очень дорогими. Итак, что я делаю? Я делаю эту специальную заготовку лекала и беру дерево. Я приготовил австралийскую акацию и придал ей очертание рыбы. Вот это три куска древесины акации склеенные вместе, толщиной около 6,5 сантиметров. Это профиль нашей рыбы. А сейчас я собираюсь сделать второй профиль. Вот почему нужно столько древесины. Рыба будет объемной. Разметка. Примерно по этим линиям мы будем вырезать. Я провожу несколько линий. Это мой обычный стиль работы. заготовка. Получается такая заготовка. Вот эта сторона короткая, эта сторона длинная. Я должен найти середину сравнить с настоящим размером рыбы. Вот так. древесины я использую это дерево, потому что оно традиционно для данного района. Таких много в округе. Мне оно нравится, хорошая текстура. Вот это будет меньше. Рыба как бы скрыта в этом блоке древесины. Нам надо убрать дерево и освободить рыбу. Итак, сейчас надо снять отсюда лишние фрагменты. Это рашпиль по дереву. Необходим для обработки. Осталось совсем немного. Ближе к рыбе. У рыбы нет простых плоскостей. Работу невозможно повторить. Некоторые говорят, я могу вырезать рыбу, но не могу украсить. Вы должны делать все, тогда рыба получится. Другие говорят, я могу рисовать, но не умею резать. Вы должны делать и то, и другое. это одна из моих лучших работ. И в нее я действительно вложил частицу себя. 30-летний опыт позволил создать такую рыбу. не только произведение искусства, которое красиво выглядит, не только издалека, но и вблизи. Много деталей. Тысячи чешуек на каждой из этих рыб. Тысячи чешуек были впрессованы, и каждая из них была сделана отдельно, индивидуально. Каждая из них. в принципе все можно просто нарисовать сверху, но тогда теряется весь эффект. Так, проходя мимо, вы видите блеск настоящей чешуи, и для этого необходимо такое множество мелких деталей. Вы можете видеть во рту зубы, язык, подробно сделанные ноздри, детали глаз. Это то, что мы зовем закрепленная скульптура. И это одна сторона рыбы. Все внимание обращено на профиль рыбы, и ее окраску, и текстуру. Я делаю одну сторону. С обратной стороны красота не нужна. Эта рыба крепится к деревянной панели. это может быть закрепленная скульптура. Она заняла место трехмерных скульптур, которые я делал раньше. Примерно пять лет назад я начал делать только таких рыб. И так получается лучший результат. Я могу сделать более детальную копию. Приятно то, что я вырезал их двадцать лет назад, но когда смотрю на них испытываю те же чувства. безбрежные просторы штата Мэн одно из самых красивых мест в Америке. Но еще более притягательным его делают люди, живущие здесь. Спасибо за внимание. Все об Америке, штат Мэн. Исполнительный продюсер Келли Уатт. Режиссер Джим Уатт. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. 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 Редактор субтитров Корректор А.